Синьхуа, Китай. Культурный диалог между чаем и вином. Синьшипин. Синьхуа, Китай. 28 марта 2019 года. Чай и вино – две совместимые вещи. И то, и другое можно пить не останавливаясь, а можно неспешно дегустировать. Пять лет назад во время поездки по Европе Си Цзиньпинь предложил соединить две разные цивилизации, сравнив их с чаем и вином. Когда спустя пять лет Си Цзиньпинь снова посетила Европу, отношения Китая со странами этого континента находились в состоянии непрерывного укрепления. Чай и вино имеют свои особенности, но в то же время прекрасно дополняют друг друга. Отправляясь в Италию, Монако и Францию с визитом, Си Цзиньпин вез в согретый среднеземноморским солнцем страны тепло и добро, взамен же он получил доверие и дружбу. За неделю лидерам стран удалось не только достичь договоренности по вопросам внешней политики и экономики, поездка также оставила множество приятных воспоминаний о замечательном диалоге между чаем и вином. Чай и вино учатся друг у друга, поэтому понимают друг друга без слов. У Китая, Италии и Франции, стран с долгой историей, есть много общего. Это отлично известные председатели УКНР люди, Ганин, китайский посол времен династии Хань, отправившийся в примыкающую к Великому Щелкову Путеримскую империю и Марко Поло, впервые установивший культурные связи между восточной и западной культурами. Это 100-летний юбилей китайского движения за обучение во Франции, это подаренный старому другу оригинал составленного на французском языке комментария к беседам и суждениям, а также недавнее достижение сотрудничества между Китаем и Италией в области культурного наследия. Частое общение способствует большему пониманию и уважению. Президент Италии Серджо Матарелло сказал, что возрождение китайской нации внесет исторический вклад в установление мира и процветания. Сейчас все больше европейских стран относятся с пониманием к возрождению Китая и планируют связать будущее с этой страной. Диалог между чаем и вином способствует укреплению связи между народами. Огромные расстояния не мешают итальянской молодежи проявлять к Китаю глубокий интерес и писать письма Сицзиньпино о неразрывной связи между ними и Китаем. В Монако растет число изучающих китайский язык, а количество китайских туристов, посетивших Францию в 2018 году, достигло исторического максимума. Разнообразные мероприятия, проводимые в рамках гуманитарного обмена, способствуют укреплению дружбы между Китаем и странами Европы. Такие искренние намерения долговечны. Они выдержат испытания временем, выстоят перед лицом меняющейся обстановки. Аромат чая таит в себе загадку Востока. Аромат вина напоминает пылкий характер Запада. Эти напитки представляют собой разные образы жизни и разные мировоззрения. Среди них нет высшего и низшего, верного и ошибочного. Они счастливо уживаются подобно Китаю и Европе, которые способны добиться еще больших результатов в ходе тесного сотрудничества, несмотря на разницу в политическом режиме, культуре и уровне социального развития. Визит Сицзинпео в Европу доказал, что находиться в согласии, имея разные взгляды, возможно. Диалог между чаем и вином продолжается, давая людям, живущим в этом изменчивом мире, надежду на лучшие. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.